В четвертый раз в Кобринском регионе проводится столь масштабный форум, приуроченный к районному дню охраны труда. Это мероприятие не для галочки в отчете, серьезный подход к вопросам безопасной жизнедеятельности людей, тема государственной важности, поэтому и рамки совещания вышли за пределы залов заседаний и скучных докладов. На местах, на четырех предприятиях Кобринского района руководители обсуждали, сравнивали и анализировали, отвечая на один вопрос, как сделать труд безопасным, как сохранить жизни людей. Учим людей, просто учим. И думаю, что не важно, хорошее предприятие или плохое предприятие, но любому руководителю можно что-то подчеркнуть и применить в себя, в организации, в коллективе. Четыре объекта, как пример для подражания. На каждом чувствуется, что руководители подходят к вопросу охраны труда системно, а не от случая к случаю. Чувствуется и то, что сделана не просто красивая картинка, представленная для обозрения гостям. Вся работа проведена основательно. Кобринское управление магистральных газопроводов – предприятие с высоким уровнем опасности для человека. Газ ошибок не прощает. А потому на предприятии строго соблюдаются нормы охраны труда, и как результат, за годы работы чрезвычайных ситуаций не возникало. Наша работа неразрывно связана с неуклонным выполнением требований техники безопасности, потому что газ ошибок не прощает. Природный газ взрывоказан при концентрации от 5 до 15% в воздухе, поэтому мы уделяем очень пристальное внимание. Свести к минимуму травматизм, создать надежную систему по охране труда, в которой все разложено по полочкам, на таком сложном производстве, как Агромаш, довольно непросто, но справились. Особенно преуспели в таком направлении, как пожаротушение. Чувствуется единый подход. Порядок и благоустройство в цехах, кардинальные изменения в подсобных помещениях, комнатах отдыха, без изысков, без помпы, но все необходимое в наличии. Не отстает от государственных организаций и частное швейное предприятие «Анесси». Здесь без техники безопасности никуда, поэтому руководителями выработан комплексный план мероприятий, который сводит на нетравматизм на производстве. На предприятии сделано все согласно санитарных норм и правил, в том числе санузлы, комната приема пищи, раздевалки. Непосредственно, что касается техники безопасности, то я считаю, что мы соблюдаем его в полном объеме. У нас проводятся постоянные инструктажи, есть штатные электрики, которые имеют нормы допуска, есть механики-наладщики, имеющиеся определенные тоже нормы допуска. В случае какой-то поломки швея поднимают руку, к ней подходят люди и непосредственно устраняют неполадки. Отрадно сказать, что у нас практически в два раза сокращение по различным родам травматизмам произошло к 2011 году, в 2012. Но ведь не статистика нужна здесь, а каждый случай, мы должны бороться за каждый случай. Не должно быть у нас травм, не должно быть у нас, не дай бог, смертей каких-то или увечий. Это же жизнь человека, жизнь семьи, жизнь детей. Охрана труда, охрана жизни – дело государственное. Поэтому столь важно не допустить каких-либо нарушений, ведь и средства, и возможности для выполнения всех требований по охране труда есть. Порой не хватает лишь желания сделать все так, как нужно.